В центре Сочи есть своеобразный памятник русскому чаю. Первые чайные кусты попали в Кубанское Причерноморье в начале века из плодородных долин Аджарии. Привез их в селение Сало-Хаул русский крестьянин Иов Антонович Кошман. Селекционер-самоучка сумел доказать, что теплолюбивое вечно зеленое растение может выжить и в условиях холодной зимы. Его внучка, ветеран-чаевод Матрена Ивановна Кошман вспоминает. Дедушка собирал чай, вялил его, эту переработку, сам его катал. Такая была сделана, у него были такие рифленые скамейки, которые он вложил в мешочек парусовый, в котором находился чай, и катал он его до тех пор, этот чай, пока с него шел такой сок уже ржавого вида. Катался этот, и эти листочки превращались уже в трубочку. Тогда он уже был готовый. Вытрахивали его на простыне, этот чай просыхал. Когда он просохнет, его тогда от своего сока после катания, его сушил дедушка в русской печи, на плите и в духовке. Дедушка был очень гостеприимный. У него всегда было очень много людей, гостей из поселка, и так к нему гости приходили. Он любил угостить своим собственным чаем, потому что это здесь было как редкость. Ну, пили чай, дедушка рассказывал, как его нужно переработать, что с ним надо было сделать, чтобы он был хороший, вкусный. Ну, все гости были всегда довольны. Старое высохшее дерево отжило свой срок. Но эта земля не будет пустовать. На крутых каменистых склонах появятся новые чайные плантации. Много замечательных мастеров работает в хозяйствах фирмы «Краснодарский чай». Возглавляет ее герой социалистического труда, заслуженный агроном РСФСР Устин Генрихович Штеймон. «Краснодарский чай» Крепотлив и нелегок труд сборщика чая. 3000 движений надо сделать руками, чтобы собрать 1 килограмм зеленого листа. Крепотлив и нелегок труд сборщика чайные плантации. Крепотлив и нелегок труд сборщика чайные плантации. Крепотлив и мастерский праздник. Чаевод Светлана Алексеевна Закорко рассказывает. Мы с мужем давно работаем на чайной плантации. И кто бывал на чайных плантациях, то знает, какой это нелегкий труд. Но вот пришла к нам малая механизация. И этими портативными машинками можно собрать от 200 до 300 килограммов чайного листа. И при этом не теряя качества. КОНЕЦ В Дагомысе и Атлере на специализированных фабриках чайному листу предстоит пройти долгий путь, прежде чем из него получат ароматные чайники. Выжать горечь, сберечь минеральные соли, микроэлементы и витамины, дубильные вещества и танин с кофеином, провести ферментацию. Сложен процесс изготовления чая. КОНЕЦ КОНЕЦ ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ КОНЕЦ 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 Говорят, дружба и чай хороши, когда они горячи. Зарубежные туристы, знатоки чая, по достоинству оценивают и самый северный в мире чай, и наше гостеприимство. КОНЕЦ Мы обозримы чайной плантацией Кубанского Причерноморья. Уже не в одном маленьком селении, а на всем побережье Акадлера-де-Туапсе люди растят знаменитый русский чай. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ